Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Dark Souls 2. Ну и, собственно, игру я уже прошел, но осталось несколько вещей. Осталось три опциональных босса, и осталось посмотреть там всякие описания всего, что я в прошлый раз достал и прочее. И, во-первых, я хочу подойти к Моулину. И он теперь продает... Нет, не щиты. Щиты он продает все те же, что и раньше. Он теперь продает... Это я, по-моему, уже читал? Броню Вильстата. Этот шлем носил королевский защитник когда-то, да, Средоточить Чудоственных Сил, Ныне Средоточить Тьмы, это я читал. Но теперь он продает также эквип защитника трона и эквип смотрителя трона. Итак, этот шлем принадлежал защитнику трона. Защитник простоял у трона много веков. Не напрасно ли его ожидания? Смотритель ждал у трона много веков. Воздастся ли ему за это ожидания? Ну, в общем-то, да. Я, пожалуй, куплю это все просто так, чтобы было. Если у меня хватит на это все денег. Окей. Окей. И как раз ровно хватило. Потому что я подозреваю, что все свои души я потеряю, пока буду убивать дракона. Так что, почему бы их и не потратить заранее? Итак. Защитник, защитник, защитник. Где он? Так. Это? Да, это. Перчатки. И штаны. Такой вот сет защитника трона. И сет смотрителя трона. Такой. Ну, в принципе... Так, нет. Шлем нужно взять. Тот, который был. В принципе, ничего особенно выдающегося. Ну, дефенсы у них достаточно нормальные. У защитника больше дефенсов. У смотрителя больше элементальных дефенсов, вроде как. Ну, по большей части, да. То есть, магия, электричество и тьма у него больше. Но ничего особенно выдающегося, вроде бы. Где моя... Хотя я сейчас буду смотреть остальную всякую броню, так что это не важно. Итак. В прошлый раз я также достал... Шлем Кейла, во-первых. Шлем пехотинца из мира. Принадлежал Кейну-картографу. Очевидно, Кейл купил их у прежнего владельца за бесценок. Вещь недорогая, но удивительно прочная. Пехотинец мира. И... Ну, ладно, я эквипну. Где оно? У брони такое же должно быть описание. Да. И это броня пехотинца фонирует церемирные... Мирры. Так что она отличается, естественно. Дальше. Хаос сет. Я его не могу использовать, потому что ему нужен интеллект. Он достаточно интересно выглядит. Сет хаоса. Где его перчатки? Ему нужно 16 интеллекта и 16 веры. То есть это скорее для тьмы, Сет. И, по-моему, шлем что-то делает. Да, шлем повышает на 3 интеллект. Капюшон волшебника хаоса. Теперь он называет себя навланом. Увеличивает скорость использования заклинаний. И все. Упс. Да, описание везде одинаковое. Ну, выглядит оно все достаточно интересно. Капюшон мне не очень нравится, но в остальном броня интересно выглядит. Также я у него купил набор астролога, который ничего особенного не делает, но... ладно. Такие шляпы носят мельфийские астрологи. По мнению астрологов, при определенном расположении небесных тел можно получить магические силы прямо с неба. Хотя все мудрейшие астрологи Академии вместе взятые так и не смогли стянуть магию с небес, но их открытие привели к созданию множества крайне полезных магических устройств. Он тоже прибавляет немножко интеллекта, шлем этот, шляпа. Но остальной сет астролога, насколько я помню, ничего интересного не делает. То есть он никаких статов не имеет хороших. Ну, какие-то дефенсы у него, конечно, есть, но не сказал бы, что очень хорошие. Но никакого изменения статов, никакого там увеличения скорости каста и прочего. И выглядит она так себе. И так же сет ведьмы. Шляпа черной ведьмы. Эту шляпу носила ведьма Зули, искусительница Альвы-скитальца. Дает дополнительную ячейку волшебства. Когда ведьма Зули узнала о поисках Альвы и его преданности святой среде, она всеми силами стала пытаться погубить его. А в итоге провела с ним всю жизнь, помогая во всех делах. Эта шляпа добавляет один сет заклинаний. И в этом плане она очень полезна. Причем она его прибавляет, даже если у вас не хватает на нее интеллекта. Так, она требует 20 интеллекта, но сет она должна прибавлять и так. Правда, у нее резисты, естественно, падают. И дальше платье ведьмы, мантия. Ну, описание такое же примерно. И все остальное, ведьмы. В женском варианте выглядит немножко по-другому. Ну да ладно. И больше, по-моему, у меня ничего не было такого интересного. Из оружия и брони. Хотя из оружия, может быть, и было. Сейчас посмотрю. Левелинские ботинки и... Где моя броня? Я слепой. Вот моя броня. И шлем. Из оружия, по-моему, у меня ничего интересного не было. Я, по крайней мере, ничего интересного так не вижу. Дубину я читал. Посохи, всякие мудрости и закаты я читал вроде бы. Когда еще их получил давным-давно. И... Вот эти вот щиты-2, кстати, еще сделанные с конкурса. Я не в ту руку, конечно, взял. Правильнее было бы взять его в эту руку. То есть вот этот вот щит с двумя драконами. И вот этот щит, это с конкурса щитов тоже. Как и щит бунтаря. И как и щит, который с руками, которого у меня с собой нету. Я его выложил. И кроме этого еще пара щитов, которых у меня нет. Ну да ладно. И также у меня теперь есть пачка душ всяких боссов. Итак... Повелители гигантов. Однажды захвативший дрянглейк, это я читал. Душа защитника трона. Трон короля, священный престол. Ему нужен подходящий защитник. Трон короля, священный престол. И смотритель не спускает с него глаз. И душа Нашандры, королевы дрянглейка. Нашандра была порождением тьмы. И ее жажда могущества была неутолимой. У души Нашандры там в основном интересное описание того, что из нее делается. Но это я потом буду с этим разбираться. Я сначала хочу убить оставшихся боссов всех. И потом уже разбираться, что из них из всех делается сразу. Потому что мне сейчас лень бегать туда-сюда. Так что сейчас я пойду убивать дракона. Скорее всего у меня ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что дракон, он не очень хороший босс. И к нему еще и бежать очень долго и сложно. Хотя, с другой стороны, можно все игнорить по пути к нему. Кроме двух рыцарей. Итак, мне нужен короткий лук какой-нибудь. Который я могу использовать. Допустим, просто короткий лук. Потому что ядовитые стрелы с коротким луком более эффективны, чем с длинным. А я буду использовать в основном ядовитые стрелы сейчас. Этого рыцаря можно игнорить. Он за мной не пойдет до конца. Этого рыцаря тоже можно игнорить с дубиной. Он тоже сюда не пролезет. Этого рыцаря тоже можно игнорить, который сейчас сзади меня. Нельзя игнорить мага. Потому что он маг. И кастует свои читерские молнии с огромным ауе. Нельзя игнорить вот тех двоих. Окей, мантия жрицы. Где оно, где оно, где оно? Традиционная мантия клириков Дранглейка. Клирики Дранглейка на протяжении веков сохраняли свое номинальное положение, но при этом они всегда держались на расстоянии вытянутой руки от королевской семьи. Словно их существование было чем-то большим, чем простая формальность. В зависимости от пола клирики носят разную одежду, но причина появления такого обычая неизвестна. Это женская мантия. Мужскую, по-моему, продает, как его зовут, Кромвель, который грехи отпускает. И она, по-моему, черная. Не помню. Но она по цвету отличается в основном. Итак, вот этого вот парня я хочу отравить. И у меня кончились ядовитые стрелы, и это нехорошо. И мне даже не хватило на то, чтобы его отравить. Ну окей, придется его убивать. Тогда это все сильно меняет. Но если я умру против дракона, то я схожу к Навлану, а к Гавлану. И куплю у него. Ну или не против дракона, а против вот этого вот парня. Так что я за кадром сбегаю и куплю себе кучу ядовитых стрел. Потому что с ними будет намного проще. Окей. Я сходил к Гавлану и купил у него 999 ядовитых стрел. Только нужно их эквипнуть сначала. Ну и сожрал несколько душ великих героев, потому что мне нужны были души, чтобы купить эти стрелы. А 4 стрелы должны отравить этого парня, если я когда-нибудь в него попаду. Да, блин. Я ненавижу этих двух рыцарей. В них сложно попадать из лука, потому что они постоянно там ходят туда-сюда. И если в ближнем бою пытаться с ними сражаться, то это невозможно, потому что это сраный рыцарь с этой сраной булавой, который не убиваем в ближнем бою. Самый хреновый враг в игре. Я пару раз в него так выстрелил, потому что просто яда от ядовитых стрел ему не хватит, чтобы убить его. Так вот более нормально. Должно... Да-да. Хватит. Окей. И он дропнул свою дубину, скорее всего. Да, большой молот. С мечниками без проблем можно сражаться в ближнем бою. Потому что у них после атак... ...какое-то время паузы есть после комбо. Упс. От них можно в случае чего увернуться, отойти, ударить между их атаками. У них есть вот эта вот магическая атака, очень медленная, которая халявная. А у тех, которые с дубинами, ни хрена такого нет. Они просто бесконечно спамят очень быстрые атаки. И ничего с ними сделать нельзя. Худший противник в игре. А это все я попытаюсь пробежать, потому что можно это все пробежать. У меня даже это получалось сделать. Не всегда, потому что иногда вот такая вот фигня случается. Но можно. И они все за мной не пойдут. К дракону. Меня сейчас убьют, пока я пью я с тостана. Я ненавижу эту акацию. Конкретно я ненавижу эту акацию, потому что здесь очень толстые враги, которые всегда по двое. То есть с ними один на один было бы справиться вообще не проблемой. С любыми. Ну, кроме тех, которые с дубинами, потому что они с дубинами. И они самые хреновые враги в игре. Но вот те вот, которые после двери. Там всегда по двое эти гиганты. И это делает их невероятно сложными в ближнем бою. А в дальнем бою это просто тупо стоять и расстреливать их. Это абсолютно неинтересно, скучно и уныло. Пробежать мимо них, конечно, вариант. Но не всегда получается. Ну и маг этот еще со своими огромными ауе, которые через половину карты достают. Жрица. Мимо этих двоих тоже не получается пройти, не расстреляв одного из них ядовитыми стрелами. Ну, потому что это парень с бывовой. Потому что если бы там было два меньшника, не было бы вообще никаких проблем. Потому что они агрятся по одному, если к ним подходить. То есть там проблемы исключительно из-за того, что парень с бывовой не убиваем в ближнем бою вообще никак. Дальше после двери там проблемы не из-за того, что они не убиваемы в ближнем бою никак, а из-за того, что они по двое не убиваемы никак в ближнем бою. По одному никаких проблем нет. Окей, умри. Так у них только вот этот вот удар страшный, которым он в меня попал. Он в меня и до этого им попал, когда я в прошлый раз его убивал. Остального от всего достаточно легко увернуться. Ну и все абсолютно достаточно легко заблокировать. На пофиг. Ну и видимо мне придется полчаса расстреливать всех из лука. Потому что такая мудацкая локация. Когда я на других персонажах пытался убить этого дракона, я делал это именно вот так. То есть подходил, расстреливаю одного из лука. Расстреливал второго из лука. Сейчас я использую обычную стрелку, потому что у меня драконий лук, который достаточно урона наносит. В принципе драконий лук бесполезная вещь, потому что если вы стреляете из лука, то вы в большинстве лучше стреляете ядовитыми стрелами, чтобы отравить противника. Потому что так получается намного больше ДПСа. А обычный короткий лук в этом плане эффективнее, чем драконий, потому что он быстрее стреляет и меньше стамины тратит. Ну окей. Мне нужно поменять кольцо. Хотя на самом деле не очень нужно, потому что это абсолютно не важно. Но я его все равно поменяю. Дальше этого парня. Упс, я промахнулся. Я снова промахнулся. Попал. Ну эти хотя бы можно. Если их агрить луком, то они подходят по одному, и их можно вот так вот в ближнем бою убивать. Это все равно не очень хорошо, потому что у них по 2500 жизни у каждого. То есть они убивают очень долго, и вас они убивают там с трех ударов. То есть в этом плане вот эти вот драконь и рыцарь это хреновые враги, потому что они имеют очень много жизни, они имеют очень много урона. И основная проблема в том, что на них нужно там 20 ударов. Ну не 20, а 10, допустим. Им на вас нужно 2. И эта локация, это одна из тех, в которой мне очень не нравится геймплей, и здесь вот проявляются проблемы геймдизайна второй части по сравнению с первой. То есть если вспомнить про первый Dark Souls, там самое большое количество жизней у таких вот человекоподобных врагов, это были черные рыцари перед Гвинном, у которых было там полторы тысячи хитпоинтов, и которые убивались с двух бэкстабов нормальным оружием. Здесь какие-то рыцари, которые, во-первых, по двое, во-вторых, их бэкстабить нереально неудобно. В основном потому что они... потому что их по двое, конечно, но их в принципе по одному они не поддаются на бэкстабы. И к тому же у них еще и миллионы жизней, то есть даже бэкстабом у меня с бэкстаба будет там 600-700 урона, наверное. То есть мне даже с бэкстабами понадобится там 3-4 бэкстаба на каждого, даже больше, наверное, 4-5 бэкстабов на каждого из этих рыцарей. И больших вот этих вот рыцарей, естественно, нельзя бэкстабить. Ну, к счастью, их щиты довольно слабые, вылочат магию, так что магический лук траконь его всадников, он достаточно хорошо их пробивает. Так же я могу, конечно, большим копьем молнии зарядить, наверное. Да, это тоже неплохо. Мне абсолютно не нравится вся эта локация, такой у них рам. Тут абсолютно унылые, неинтересные враги, которых много и которые опасны в основном тем, что их много и у них по 10 тысяч хитпоинтов. Ну, по 3 тысячи хитпоинтов. И бесконечная стамина. Готов. Ну, и сам дракон, конечно, тоже примерно в такой же степени мудацкий босс. Потому что у него по 10 тысяч урона с каждой атаки. То есть, в принципе, я уберу вот это, я уберу вот это, я уберу это, потому что это не поможет. Я уберу все, кроме того, что поможет. Потому что дальность переката мне немножко здесь поможет. Итак, чтобы воевать с драконом, нужно его пару раз ударить, естественно, чтобы он согрелся. Этого не хватило. Скорее всего, он меня сразу же убьет. Но, по сути, есть две нормальных тактики. Первая — это стоять вот так вот под его, под одной из его лап задних. Когда он взлетает, нужно просто бежать к его хвосту и надеяться, что он не достанет до вас этим огнем. Потому что, когда он взлетает, он дышит огнем вниз. И у этого огня ОЕ наполовину арены. И если он до вас достанет, то он вас мгновенно убьет. Ну, в общем, я жду, пока он начнет атаковать меня этой своей лапой. Потом подхожу к другой. Стою также перед другой. И он каким-то образом меня ваншотнул. Я не знаю, чем. Просто своим существованием, видимо. Ну, а теперь все будет немножко проще, потому что я смогу к нему подбежать сразу. Потому что он будет сагрин от флода на арену. Ну, а мне снова нужно убивать миллионы этих странных рыцарей, которые тупые и идиотские враги. Я ненавижу эту локацию. Окей, я просто пробежал мимо почти всего, кроме первых рыцарей. А если вы умрете на этом бойсе, то, кстати, ваши души окажутся перед туманом. То есть не нужно входить внутрь, чтобы подобрать душа. Но когда вы так вот входите, первое, что он делает, это всегда дыхание огнем вперед. Так что нужно просто вот так вот убегать слегка в сторону и бежать к нему. И пару раз можно его ударить. Дождаться, пока он начнет поднимать эту свою лапу. Перейти к другой. Пару раз его ударить. Ну, три раза, допустим. Упс. Наверное, стоит перекатываться при этом. А не просто пытаться отбежать. Это вообще не та тактика, которой я его убивал, когда я его убивал один раз на другом персонаже. И после того, как я его убью сейчас на этом персонаже, я не собираюсь никогда в своей жизни больше убивать этого дракона. Потому что это мудатский босс. Но, тем не менее. Другая тактика, она немножко более рискованна, но... В общем, я знаю, как его убивать той другой тактикой. Но там может случиться такая ситуация, что он просто так взлетит, что вам просто некуда будет деваться. То есть вам нужно будет либо огребать от его огня, который убивает с одного, либо спрыгивать за край арены, что, естественно, тоже смертельно. Так что там как повезет. И эта тактика в теории более надежна. Но я просто не практиковался. Мечника, который рядом с рыцарем с дубиной, можно игнорить. Если его просто отманить в другой конец платформы, на которой он стоит, и заставить делать комбо, то можно спокойно мимо него пробежать. Мимо этого парня лучше пробегать вот так вот справа от него, чтобы второй не мог вас зацепить. С этими двумя просто перекатываться в тот момент, когда они вас бьют. Что не всегда прокатывает, но все-таки. Но учитывая, что жизнь абсолютно не важна на этом боссе, то есть он в любом случае убивает с одного. Мне абсолютно все равно, сколько у меня будет жизни, когда я к нему приду. Ну, идеально было бы, наверное, даже намеренно просаживать жизнь до очень низкой и использовать кольцо с красным камнем. Но оно, правда, не так много урона прибавляет. В общем, эта тактика заключается в том, чтобы вот так вот стоять перед одной из его лап, бить ее, и когда он бьет вас этой лапой, то перебегать к другой просто. И в теории он будет постоянно спамить вот эту вот атаку, то есть он будет пытаться вас растоптать постоянно. А как я его убивал, это... Упс. Это стоять у того места, где его хвост касается земли, и бить его хвост. И он тогда в основном либо бьет хвостом, от чего просто достаточно отойти в сторону, либо взлетает и дышит огнем, то есть он через раз это делает. И когда он взлетает и дышит огнем, вы просто бежите в сторону его хвоста и выживаете таким образом. Но проблема в том, что иногда он после этого так перемещается, что бежать приходится за край арены. Если в другую сторону бежать, то он вас просто убьет. Упс, он решил взлететь. Это нехорошо. Я могу бежать в каком-то определенном направлении, то есть не обязательно за его хвостом, но за его хвостом обычно безопаснее, потому что иначе происходит вот такое вот. От этого меня на других моих персонажах не спасало абсолютно нихрена. То есть это дыхание огнем убивало меня, при том, что я носил броню с максимально возможным резистом к огню и имел там, ну, 25 где-то вид, и кольца на резист к огню, и что еще там, кольца на жизнь, и все тому подобное. Это все равно ваншотит. От этого спасает то кольцо, про которое я до этого не говорил, правда, но оно только на НГ плюс есть. В общем, в лесу, в тумане, как он там называется, Shaded Woods, Темнолесье, там в туманной, насколько я помню, секции лежит на НГ плюс кольцо, которое дает вам защиту от атак в спину. Оно на самом деле дает не защиту от бэкстабов, как могло бы показаться, а именно защиту от атак в спину, то есть от любых атак, которые приходят к вам сзади. То есть если бы у меня было это кольцо, и я попал вот так вот под дракона, как я под него попал, только что, то это бы просто задамажило кольцо. Ну, а я бы не получил урона от этого вообще. Но это только на НГ плюс, и, не знаю, мне как-то кажется это не очень хорошим способом. В принципе, их, наверное, обоих можно не убивать, потому что сейчас я мимо обоих пробежал, и они там тормозят. Я, конечно, отравил одного, но все равно. Ну, я предпочитаю убивать того, что с булавой, потому что он страшный. Окей, еще одна попытка. Что касается элементов, то у дракона... Ну, он относительно уязвим к молнии и магии одинаково. То есть молния и магия его дамажат одинаково. И тьма и огонь его дамажат значительно слабее, насколько я помню. Ну, спасибо. Я не хочу его бить слишком много, потому что если мне внезапно придется убегать, и у меня не будет стамины, то это проблема. Упс, это не атака. А, это какой-то... Что он делает? И как он это делает? Это дыхание огнем назад, которого я никогда раньше не видел. Окей. Но я думаю, вы понимаете, почему этот босс мне так не нравится. Потому что он абсолютно унылый. То есть он не то, чтобы абсолютно унылый, у него просто ваншоты. То есть все его атаки убивают с одного. У него нет атак, которые не убивают с одного. То есть одна ошибка — ваншот. И от них нельзя увернуться, от некоторых. То есть вот от того дыхания огнем, когда он взлетает, от него, по сути, если вы в не совсем идеальном месте находитесь, когда он его начинает делать, то вы просто умираете. От него нельзя увернуться грамотно. То есть это не экология, от которого можно три раза перекатиться, и все. Независимо от того, где вы были. Даже если чуть-чуть притормозить, и потом три раза перекатиться, то там какое-то время есть на то, чтобы среагировать. С этой атакой, если вы сразу же не начали бежать в правильном направлении, то вы просто умираете. То есть если у вас стамида была неполная, например. Или если вы там полсекунды потратили на то, чтобы определить направление, в котором нужно бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА